А всему виной инфляция, в один голос заявляют эксперты, ведь это и рост цен на топливо, и стоимости запасных частей, и, наконец, зарплат работников городского транспорта. Водитель троллейбуса Вадим на вопрос, устраивает ли его жалование, смущенно улыбается, мол, свести концы с концами удается, но, конечно, хотелось бы больше. Правда, считает, повышать плату за проезд нечеловечно, и без этого жизнь дорогая. Спорный вопрос, 50 на 50, я даже не знаю, но для предприятия, конечно, будет лучше чуть-чуть поотнять, допустим, на основном рубль или 2, но это будет максимум, но с точки зрения потока и перевозок, я думаю, что не стоит. Напомним, что в последний раз стоимость проезда выросла в начале 2015 года с 15 до 18 рублей. На тот момент билет в калининградском транспорте считался одним из самых дорогих во всей стране. В городской администрации нам пояснили, почему горожане рано или поздно станут платить за проезд больше. Гортранс рассчитал экономически обоснованный тариф и подал заявку для рассмотрения в службу по тарифам. Сейчас идет рассмотрение этого вопроса. Понятно, что тариф не должен стоять на месте, он должен индексироваться как минимум на уровень инфляции. Между тем, калининградцы в смятении. А какая еще может быть реакция, когда видишь в маршрутке такое? Уважаемые пассажиры, доводим до вашего сведения. В соответствии с 220-м федеральным законом и в связи с невозможностью осуществления пассажирских перевозок по старым тарифам, ростом цен на запчасти, горючесмазочные материалы и топливо, с 1 ноября 2016 года стоимость проезда на маршруте 72 будет составлять 30 рублей. К слову, никто из перевозчиков обсуждать тему повышения тарифов не стал. Даже Гуртранс. А это, как нам рассказали в городской администрации, именно то транспортное предприятие, которое как раз сейчас занимается этим вопросом. С запуском новой маршрутной схемы появилась надежда на то, что тариф расти не будет. Ведь по мнению экспертов, которые разрабатывали улучшенную схему, перевозчики уменьшат свои расходы. А что думают по этому поводу калининградцы? Узнаем прямо сейчас. Я считаю, что не за что платить. Смотря на сколько. Если на рубль, на два, еще туда-сюда не кшла. А если больше, то, конечно, дорого. Пешком будем ходить, так здоровее будем. Проблемы городского транспорта для этих людей, пожалуй, одни из самых актуальных. Ведь все они стоят в очереди за праздными билетами. В большинстве своем пенсионеры. У пенсионеров тоже не все билеты льготные, дешевые. У ветеранов, у инвалидов, я считаю, дорогие билеты. И, конечно, у горожан до сих пор есть вопросы к новой транспортной схеме, которая начала работать в начале осени. Я 11-й, например, жду каждый день по полчаса. А вот в Центре организации движений пассажирских перевозок нам рассказали, что с октября ситуация с новой маршрутной сеткой изменилась к лучшему. Хотя пока еще и не все так гладко, как хотелось бы. Сложности еще есть в части выхода транспортных средств. То есть не все перевозчики могут обеспечить стопроцентный выход транспортных средств. Проблема осталась та же водители и кондуктора. В связи с этим сразу возникает вопрос соблюдения расписаний. Но если на маршрут вышло не 10 транспортных средств, а 8 или 5, соответственно, каком соблюдении может быть? Статистика впечатляет. Если еще в начале осени в Центр поступало более 500 жалоб в день, то теперь эта цифра составляет до 10. Причины звонков разные. Чаще всего люди недовольны несоблюдением расписания. На втором месте вопросы, как проехать в ту или иную часть города. А на третьем – жалобы на пробки из-за ДТП или погодных условий. Нина Чешкова, Екатерина Калинченко, Служба новостей город.